В экспозиции конкурса «Моя профессия, мое призвание» представлены работы студентов 23 средних специальных учебных заведений Рязанской области. Будущие изобретатели предоставляют работы в семи номинациях – техническое моделирование, техническое конструирование, радиоэлектроника, робототехника, научное исследование, мультимедийные технологии, программирование и видеофильм. В 2014 году в поселке Еласьме произошел несчастный случай. При переправе утонули 6 человек. Именно эта беда потолкнула студентов и преподавателей Касимовского техникума водного транспорта создать судно, которое работало бы в любую погоду и стало бы безопасным для его пассажиров. Сейчас они уже представляют на выставке макет катамарана на солнечных батареях. Мне стало интересно для того, чтобы для людей стало легче, чтобы перевозить рабочие бригады на место работы, перевозить какие-нибудь грузы и также продукты. Очень приятно то, что ребята помимо непосредственно той программы образовательной, которую они обязаны получать в техникумах и колледжах, они еще дополнительно занимаются вот именно творчеством, что очень приятно среди нашей молодежи вот такое встретить. Ребята замечательные, если бы с ними поговорили. На самом деле просто радуют. Замминистра образования Рязанской области Дмитрий Боков отметил, что такие выставки дают возможность поддержать талантливых студентов. И не исключено, что в перспективе некоторые разработки получат реальное применение. В рамках дипломных, выпускных квалификационных работ хорошо, когда ребята делают вещи, которые остаются в учебном заведении, на которых потом их последователи учатся. Вот строительный колледж, по-моему, для студенческой работы это более чем достойно. Человек выпустится из учебного заведения, а все остальные будут на этой работе учиться. Мы уже поговорили, посмотрели, как его можно еще дополнительно доработать. Можно видеть внутреннюю обрешетку с применением современных энергосберегающих материалов. Можно наглядно посмотреть фундамент, дренажную систему, внутреннюю и наружную электрику. Ну и, в принципе, оценить все в общем. В регионе сейчас уделяется большое внимание математическому и техническому образованию молодого поколения, потому что обществу нужны перспективные техники и программисты. Студенты Касимовского нефтегазового колледжа разработали оборудование для добычи нефти и газа. Для добычи газа и нефти. Он состоит из наружной подземного и наземного оборудования. В качестве наземного оборудования мы используем фонтанную арматуру. Фонтанная арматура – это трубная обвязка, состоит из труб и регулирующих запоров. Она регулирует давление и потоки скважины. По итогам выставки «Рязанские кулибины» экспертная комиссия выберет победителей, которые будут представлять наш регион на Всероссийской выставке летом этого года.